Боксер Джесси Варгас оказался тяжелее своего соперника Мэнни Пакьяо. Но вот это, по мнению экспертов, может ему даже никак не отразиться вообще на исходе поединка. Потому что большинство сейчас ставит на филиппинца. Этой ночью боксеры взвесились, а завтра состоится тот самый поединок. 37-летний Пакьяо в случае победы вернет титул чемпиона мира WBO через полтора года после того, как он уступил его американцу Флойду Маузеру. И вот это в так называемом бою века все произошло. Но в этом году Пакьяо объявил о завершении своей спортивной карьеры. Все потому, что он избрался в филиппинский сенат. А потом прошло немного времени. Уже точно избрался и передумал уходить. Теперь станет он первым в истории действующим сенатором, который поспорит за титул чемпиона мира по боксу. И ему противостоять будет действующий чемпион при этом. 27-летний Варгас за свою карьеру прошел через несколько тяжелых боев. И вот, по мнению спортивных экспертов, это достойный соперник для Пакьяо. Бой будет практически равным. Учитывая, что американец не обладает сильным ударом, а филиппинец не побеждал нокаутом уже 6 лет. Все-таки весьма вероятно, что продлится поединок даже все 12 раундов. Продолжение следует... Мэнни Пакьяо... Мэнни Пакьяо... ...has had a great career. And it would mean the world for me to defeat him. And, I mean, only legend... The few that have beaten Мэнни Пакьяо... ...have become legends themselves. And I look forward to becoming a legend myself this Saturday night. Субтитры создавал DimaTorzok